всем привет всем доброго утра что хочу сказать не говорят ну вот такие ситуации у меня с подругами сложились вот хочу поговорить про зависть . чему завидовать у меня обычная жизнь как у всех вот так же встала с утра заправляю кровати привожу порядок себя как и все как и большинство также работаю сколько себя помню 17 лет я когда закончила 10 классов очень маленькая комната и койка стоит вот так не очень удобно 17 лет поступала в я очень хотела быть педагогом очень хотелось быть педагогом я поступала на филологический факультет педагогического института города екатеринбурга тогда не было платных это был далекий 85 год не было платных были бесплатные места да свеженька не думал платные были бесплатные и мне не хватило одного балла надо было там какой-то предмет сдать на 5 раньше же так поступали не по результатам егэ вот я сдала на 4 сейчас уже подробности не помню в общем не хватило одного балла и чтобы вы думаете я значит нет чтобы пойти куда-нибудь училище тоже педагогическое я решила отложить поступление на следующий год я была такая активистка школе помощник оператора ну и все и в общем я отложила поступление и пошла работать когда прямо официально освобожденным секретарем комсомольской организации ну кто моего возраста помню пока болтаем по моим посуду пошла работать секретарем космурской организации РК ВЛКСМ кто где-то моих годов Синарского Синарский у нас было два Синарский РК ВЛКСМ и Красногорский я сама эти времена уже смутно помню пошла работать я секретарем Каменско-Уральское кулинарное училище то есть я там организовывала комсомольские собрания я даже не верю что это вообще происходило это было мне кажется так давно и что это со мной происходило в жизни я организовывала там всякие вечера как и я в общем была и секретарем комсомольской организации за это мне платили зарплату у меня даже в трудовой сколько это год с лишним по моему отработала до следующего поступления но что-то разладилось и я поступать не стала и я сдала документы вот после того как отработала год секретарем поступила в педагогический колледж но год был уже потерян понимаете вот в этом возрасте когда нам девочкам 17-18-19 лет что мы все-таки романтичные мы все влюбляемся у всех бабочки в животе и не только в животе и короче я сдала документы меня сразу взяли получается на второй курс раз у меня 10 классов тогда по старому все я там учусь потом я встречаю свою любовь первого моего мужа он служил в рядах советской армии у нас там значит есть воинская часть и естественно у нас был в основном пед колледж это были одни девочки и мы приглашали одним же девочка мне интересно на дискотеке и мы приглашали вот значит этих молодых солдат они приезжали мы устраивали вечера там конкурсы там и вот на одном из таких вечеров я познакомилась со своим первым мужем он служил у нас в камене с певральском и у него было в планах что он останется здесь служить ему уже давали как его оставляли уже как за зарплату как там это все происходит я не знаю вот это у них там по служебной лестнице он должен значит ему давали звание прапорщика давали даже какую-то там жилье и что он остается здесь жить а у него подходил срок службы к концу и он значит и тут у него внезапно умирает папа а самым родом из норильска как я попала в норильск умирает папа его отпускают он его значит там едет похороны все дела а у его папы на тот момент была гостинка я думаю многим это знакомо тогда вообще в норильске очень много было этих девятиэтажей где вот комнаты гостиного типа это же вообще городе так понимаю норильск планировался как город такой временно приехали поработали заработали уехали но в итоге там люди начинали обрастать семьями начинали и там рожать рожать дети рождались и естественно город ширился расширялся потом квартиру квартиры уже потом там пошли в общем не суть важно нам осталась гостинка гостинка как сейчас помню 12 квадратных метров я молодая девочка мне 19 лет мы он приехал потом сделал мне предложение мы с ним сыграли свадьбу причем огорошили маму что завтра свадьба в среду мы подали заявление а субботу у нас уже регистрация в общем надо дать дань уважения моей маме мама за три дня быстро все организовала ресторан сыграли мы свадьбу сыграли свадьбу это был апрель месяц причем тогда уже муж сказал мне помою помою без вас мне кажется вода шумит и ничего не слышно муж сказал мне что у нас есть пед колледж мне нужен был оставался последний курс четвертый и в общем июле месяце заканчивая третий курс я еду норильск вся такая с чемоданами со всеми делами с приданным с машинкой малюткой сама еду не знаю куда город норильск для меня писать их 19 лет там вообще первый раз кота вы в этом все приехала значит едем из аэропортала гель и лежит снег везде тундра везде такая пустота тундра это вот такие низкорослые там деревья я еду июль месяц я полетела 36 градусов жир было на урале а туда прилетела там 5 градусов или там 10 тепла в июле месяц в общем вот так вот я оказалась в норильске я еще еду дома серые такая как бы но потом я очень полюбила конечно этот город единственное что вот я люблю очень тепло почему я теперь оказалась в краснодарском крае норильск это морозы это ветра это снега это естественно когда я приехала пошла узнавать это в этот предколледж насчет того чтобы там восстановиться оказалось что у них только ну как только три года как открылся и четвертого курса нет получается что четвертый курс будет только на следующий год ради меня видят ныне откроют группу только вот три года и там существование его и получается я там будет потеряла пока работала вот этого года мне как раз не хватило если бы я сразу после не поступления в институт сдала бы документы в педколледж я бы как раз его уже закончила на тот момент но вот в жизни все складывается не так как мы планируем и все в норильске я прожила я туда приехала восемьдесят восьмом году а уехала оттуда в девяносто девятом весной потом естественно что я пошла работать потом я забеременела как это бывает во всех молодых семьях родилась вот яночка восемьдесят девятом году моя старшая господи так рассказываю какие-то цифры называю мне кажется я в тех годах чего жила и вот я начала и вот я начала-то за зависть я закончила что-то истории своей жизни это просто к чему все потом получилось по молодости по глупости мы развелись я вышла замуж второй раз норильск стати для меня вообще конечно очень дорог это ценный опыт был жизненный я самостоятельно стала жизнь 19 лет уехала я не жила с мамой там до а в 30 лет я вернулась вот я к чему что про зависть да потом жизни были разные перипетии потом было все было черту че только не было как у каждого из нас еще что хочу сказать что девочки у кого есть дети девочки вот в десятый я почему настояла что у меня обе мои дочери пошли на базе 9 поступили вот учиться потому что я на собственном опыте понимала что заканчивая десятый как сейчас 11 класс случится может всякая может случиться любовь могут случиться дети и я понимала что вот за этот период 3-4 года когда они когда 15 лет заканчивают 9 классов ведома зверушка залезла за стол куда-то вот и значит я я настояла на том что они на базе 9 хотя я на у меня я буду учиться в 9 10 тяжело же им расставаться когда там какая-то группа остается до из класса переходить 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 в новый коллектив тяжело детям в этом возрасте и так как бы его называют переходный возраст я настояла что вот отучишься пед колледжи и она закончила у меня пед колледж на факультете английский язык и кстати так и не стала работать по английскому языку вот многие да по образованию не работают нужно закончить три института и а арина у меня поступила в мед вот у меня одна медик другая педагог а у меня вот так получилось потом я закончила училище на базе 10 чтобы получить хоть какие-то корочки на базе 10 я закончила секретарь-машинистка стенографистка инспектор отдела кадров год я отучилась пока была в декретном звук до трех я тогда переехала к маме на урал моей маме моей вообще не скипокон до земли она мне помогала во всем вот и вот обычная жизнь как у всех со своими какими-то радостями со своими какими-то невзгодами чему вот от многих слышу вот тебе завидуют поэтому вот так вот происходит ну я не понимаю чему завидуют у меня обычная жизнь работать я вошла 17 лет потом замужество потом снова дом работа дети все как у всех я наоборот вот допустим такой человек я наоборот я я я всегда радуюсь за людей что когда у них что-то получается неужели есть люди или они сами того не ведая не ведая вот у них просыпается вот это вот какое-то чему завидовать я вот я вышла замуж последний раз уже думаю ну от добра добра не ищут вроде человек убьющий вроде как бы потому что за свою жизнь уже всякое бывало и совсем другая история и вот я думала что мы уже с ним будем доживать там какой-то но на многое закрывала глаза конечно но когда уже чаще терпения особенно вот тельцы она вот переполняется вот раз красная тряпка два красная тряпка ну все потому что изменить жизнь можем мы только сами я не понимаю чему завидовать я я какая вот что не есть там квартира и чего сейчас у многих из квартиры вот объясните мне вот что что за женская зависть какая-то непонятно но одна моя подруга которые нет уже наверно около 15 лет царство и небесное я тогда и тоже пригласила в норильск они не получались отношения с мужчинами почему-то ее все время били мужчины не знаю ну вот и вот в каменске уральском у нее не получалось а там вот у моего первого мужа было очень много холостых друзей нам всем было там от 19 до 25 и я тогда светку пригласила тогда город был еще закрытый и я говорю приезжай к нам можно было сделать только по тогда норильская группа закрытые только по приглашению по вызову в город норильск можно было попасть почему когда я приехала уже восемьдесят восьмом году когда уже у нас полки опустили там еще до сих пор было снабжение я приехала там изобилие товаров было я попала снова в какой-то другой мир в общем я и предлагаю я говорю Света давай у Игоря есть друзья холостые которые тоже не прочь отношения завести показала там фотографию и вот она значит с одним из его друзей они подали ну как бы сейчас уже наверное можно об этом говорить ну эффективное заявление в загс и на основании того что она собирается за него замуж ей сделали приглашение вызов в норильске все она приехала приехала случилась у них там любовь с одним из друзей моего мужа мы сыграли им свадьбу на которой молодежную такую на котором я была и свидетельница и тамада тогда же не было отдельно кто был тамадой да тот и вел свадьбу тогда еще не было так распространено как сейчас вот таких что можно тамаду пригласить надо ей буквально 30-40 тысяч и все у них родился сын Димка а я на тот момент мы уже с Игорем по молодости конечно скандал по глупости не хочу об этом говорить он у меня замечательный Игорь если смотришь привет тебе потому что мы до сих пор в нормальных отношениях он поддерживает свою дочь он поддерживает внучек в общем отцов своих своим детям я выбрала правильно вот здесь можно позавидовать он платил всегда как положено алименты и помимо этого всегда нас поддерживал материально так что большой тебе поклон я очень рада что они они общаются до сих пор он приезжал на свадьбу ну в общем это тоже отдельная история все мои первые два мужа были очень замечательные третий немножко подкачал ну ладно это уже совсем другая история и вот она значит у них тоже отношения не сложились она очень его ревновала потом я начала понимать почему у нее не складывались отношения она очень ревновала мужа там контролировала его по часам по минутам и в итоге а я уже к тому моменту развелась и уже у меня завязались отношения с Витей Витя по тем меркам 90-х годов был такой солидный на Волге на машине при деньгах и она пыталась понимаете как я сначала не понимала что это она а потом ну в общем все же как бы все тайное когда-то становится явным и значит когда я узнала что она делает вот такие подлости там сговорит Витя одно я смотрю он как-то меня спрашивает как начинает подозрительно тоже относиться я понимаю что это она и когда я с ней завела разговор я говорю зачем ты это делаешь она мне сказала что да в открытую прям понимаете ну она была под шофе да я тебе завидую ты вот не успела развестись я думала а я всегда была такая душой компании то есть молодость организовать там всех там на какие-то там на турбазы на какие-то там я думала что ты разведешься с Игорем и ты вроде того что из этой компании уйдешь и я стану как бы лидером королевой или кем там я себя никем таким не считала просто жизнь как шла так и шла я долго и исправительно получилось ну вот про зависть вот единственный человек который мне в открытую сказала а ты она мне сказала еще лучше устроилась в этой жизни почему лучше так получилось они с Андреем тоже на тот момент уже разводились у него уже была другая женщина я говорю кто тебе не дает устраивайся тем более не устраивалась у нас случилась взаимная симпатия взаимная любовь как бы все было нормально и вот она мне в открытую сказала я тебе заведу хотя я тоже не понимаю чему заведу в общем девочки мои дорогие я не знаю надо булавки везде носить или что какие-то там заговоры против зависти к чему я все это опять рассказала к тому что ну не завидуйте стройте вы свою личную жизнь как-то успокойтесь в отношении меня тот кому я это говорю тот поймет завидовать нечему у меня обычная жизнь обычная как у всех зависть это самое плохое чувство мне кажется от зависти люди болеют люди страдают хотя лучше своей жизнью займитесь устраивайте ее радуйтесь каждому дню в общем вот как-то так вообще женской зависти можем много договорить я считаю что не надо никому завидовать надо жить своей жизнью и устраивать ее так чтобы она вас устраивала все всем пока 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 Продолжение следует...